Пиво – один из древнейших напитков, известный сэкохи неолита вместе с медом, квасом и вином. По некоторому радикальному мнению, выращивание зерновых началось именно ради пива, а не хлеба. Самые ранние свидетельства о варке пива происходят из района древнего Ирана и шумерской культуры древней Мезопотамии периода около 3500-2900 годов до н.э. Находки свидетельствуют также, что примерно в это время пивоварением занимались и египтяне, а позже вавилонине. От египтян пивоварение перенимают евреи. Пиво упоминается в древнеегипетских и месопотамских источниках, начиная с примерно 3000 до н.э. Строители египетских пирамид получали, помимо пищевого довольствия, пиво. Пиво имело распространение во всем древнем мире, в частности в Древней Греции и Древнем Риме, хотя и уступало в популярности вину, Древней Армении, его знали кельты и германские народы. Пиво варили из пшеницы, овса, ржи, проса, ячменя и полбы. В Древнем Китае варилось пиво из приросшего риса, а также из риса и фруктов. Пиво, как правило, изготавливали в северных регионах, где климатические условия не позволяли выращивать виноград. В раннее средневековье пиво в Европе производилось преимущественно в монастырях. Европейские монахи профессионально занимались пивоварением, усовершенствовали его технологию, в частности, начав использовать в качестве консерванта хмель. В среднее веко пиво считалось напитком как для взрослых, так и для детей, в отличие от тогдашней питьевой воды пиво, в результате кипячения было лишено возбудителей болезней. Также, благодаря большому содержанию калорий, пиво было дополнительным продуктом питания, в Германии сегодня пиво называют жидким хлебом, нем. Флуси Гесброд. В те времена пиво считалось напитком винников, имело более низкий статус по сравнению с вином. В новгородских берестяных грамотах XIV века упоминается ячменное пиво.